Регина, что для тебя означает слово «успех»? Успешный человек для меня, человек, который успешен в том, что он делает. Это нет каких вершин человек достиг в жизни. Его материальный статус, его статус великий медик или великий адвокат. Он делает то, что ему нравится. Он встает с удовольствием, идет на работу или имеет свой бизнес. Он окружен людьми, единомышленниками. Регина Теплицкая переехала в Виннипек из Израиля 6 лет назад. В прошлом успешный руководитель некоммерческих организаций, исполнительный директор еврейского лагеря МОСАД, координатор по трудоустройству в Манитоба «Старт». Сегодня Регина является руководителем проектов в Канадской ассоциации промышленников и экспортеров. Ее обязанности включают тестирование новых сертификатов для индустрии и мониторинг рынка труда на федеральном уровне. Волонтер нескольких проектов. Певица и композитор. Замужем за Евгением Теплицким. Мама двоих детей. Определенная трудность, которую я видела с самого начала, я боялась языка. Для меня это была где-то грань в течение двух месяцев. И моя первая работа связана была с тем, что мне приходилось ходить к клиентам и постоянно с ними разговаривать, делать презентации. И это был момент, когда я вдруг увидела, что люди, оказывается, меня понимают. У меня английский наверняка не такой плохой, как я думаю. Значит, понимать первое, то, что не бояться говорить на языке, не обижаться, если кто-то вас исправил, а наоборот, благодарить. И делать свое дело. Самое главное, что всегда помогает в любой работе, это искрящиеся глаза. Вот то, чего было, того не отнять. Глаза искрылись, и куда бы я ни шла, двери открывались. Я приехала из Израиля, а до этого жила в России. И в Израиле, и в России мы очень любим поспешно все делать. То есть все быстро. Чем быстрее, быстро, значит хорошо. Во многом. И мне первые где-то даже вот так вот полгода казалось, что это как бы slow motion movie, да, то есть кадр замедленного действия. Я стояла в очереди, и мне казалось, что это все медленно, и мне постоянно внутренний, внутренний голос подторапливал людей быстрее, быстрее, быстрее. То же самое со мной случалось и на работе. Когда мне говорили I will call you soon, мое понимание soon это завтра, это послезавтра. Для многих soon это значит через месяц. То есть для многих канадцев soon. То есть есть какие-то нюансы в языке, а также в культуре, которые сразу ты не понимаешь. Ты их начинаешь воспринимать, уже попав в эту среду и общаясь непосредственно с канадцами. Я знаю, что для очень многих русскоязычных людей делать что-то хорошо, отлично. Это такие вот внутренние отличники, которым всегда вот нужно вот это вот да, ты молодец, ты хорошо это сделал. То есть нужен какой-то позитивный такой фидбэк на все, что они делают. Вот у меня это тоже было, и оно есть. Я знаю, что каждому человеку было бы приятно услышать, что он делает хорошо. Да, вот что такое успешен. Человек успешен в том, что он делает, не важно что. Но каждая маленькая победа – это победа. И особенно иммигранту. Это очень приятно услышать, что он что-то сделал хорошо. И мы этого ждем, и мы этого жаждем, и мы вот смотрим в эти глаза. Да, канадцы это не всегда понимают. Они считают, что если они ничего не говорят, то все хорошо. Почему называется «френдли монетоба»? То есть все должно быть френдли. Улыбка, разговор, мягкий голос, мягкая какая-то подача. Вот этого ищут вне зависимости от статуса, на что человек идет. Может быть, даже какая-то роль, которая такая агрессивная. Но там надо себя вести тоже очень мягко, очень так покошачьи в хорошем смысле, дипломатично, тактично. И вот здесь из-за опять-таки, может быть, нехватки языка, нехватки опыта, я предлагаю людям, которые в поисках, пойти волонтериться. Пойти куда-то в какую-то организацию, может быть, близкое по, допустим, тому, что они ищут. Это будет что-то, что даст вам, во-первых, язык, во-первых, вы поймете что-то, что намного глубже, чем то, что вы поймете на работе, потому что там вы не боитесь того, что вы потеряете это место. Это дает вам возможность завязать хорошее знакомство. А также понять что-то о культуре, что вам даст в будущем, может быть, и успешное продвижение по карьерной лестнице. То есть получается, что мы имеем три фактора успеха. Это профессиональные навыки, это умение успешно и эффективно коммуницировать с другими людьми. И третье – это знакомство и нетворкинг. Конечно. Виннипек – очень маленький город. Может быть, физически он не маленький, но по сути своей он маленький. Все люди друг друга знают. Мои последние две работы были не потому что по знакомству, а потому что просто не я искала работу, а мне предлагали работу. То есть мы слышали о тебе, мы тебя хотим. И я понимала уже заранее, даже идя на интервью, что в принципе там уже 99% успеха, потому что интервью – это уже просто формальность, потому что меня, обо мне слышали, и результаты моей деятельности, моего труда уже знакомы тем людям, которые меня пригласили на интервью. Надо быть активным, надо быть проактивным, то есть находить свое место в жизни и искать, и думать, и быть в постоянном движении. А есть что-то такое, что бы ты хотела в себе исправить? О, это интересный вопрос. Я, наверное, скорее всего промалчиваю там, где надо говорить, и говорю там, где надо промолчать. А о чем ты сожалеешь в жизни? В принципе, я ни о чем не сожалею. Я считаю, что даже методом проб и ошибок, и даже то, что мы называем как бы нехороший опыт, это тоже опыт. А чем ты гордишься? А вот как раз гордиться мне как раз есть чем. Самая большая моя гордость – это моя семья, это мой муж и мои дети. Я не боюсь начинать с нуля. И может быть, потому что я два раза эмигрировала, ну, как и многие. Мне не страшно. То есть я иногда боюсь, но я сама себе говорю, Регина, не думай, просто закрой глаза. Как говорится, та поговорка «глаза боятся, а руки делают» – это прям про меня, потому что очень часто мне приходилось начинать какие-то новые проекты, новые работы. Все с нуля. И мне кажется, что вот в этом и есть моя сила. То, что я не боюсь начинать, то, что я не боюсь что-то изменить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!